Так, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сейчас к вам с видео, как и только что обещала, вернее для вас я это обещала вчера, для меня это всего лишь буквально 15 минут назад, поэтому стремлюсь быстрее вам записать самое интересное и полезное видео, которое, наверное, было в последнее время вообще у меня на канале. Так, озвучиваю, о чем буду говорить сегодня, да, хочу поддержать именно этим видео тех женщин, которые стремятся к хорошим, правильным отношениям, то есть эти отношения, они создаются, создаются благодаря работе двух людей, минимум двух людей, поэтому это очень-очень важно. Озвучиваю сейчас, да, вот у меня тоже был комментарий, я добавлю затем скриншот в это мое видео. На вашем канале вы показываете только положительные моменты в вашей жизни, но мы же все люди и понятно, что так не бывает в реальной жизни. Есть какие-то несогласия между супругами, бывает плохое настроение, дети повздорили или не слушаются, поэтому многих такие видео немного подбешивают, напоминают рекламу. В общем, да, ребят, то есть отвечаю сейчас на этот вопрос и затем параллельно, так как считаю, что это очень-очень важно будет озвучить и тоже может помочь очень многим женщинам. Почему? Потому что в такой ситуации в свое время была я и именно это мне и помогло, то, о чем я расскажу вот чуть-чуть дальше. Так, вот вопрос у меня тоже был. А вы посещали психолога, чтобы изменить взгляды и так далее и быть более мудрой, так сказать? Вот я пообещала женщине, что я ей отвечу, затем добавлю ей ссылочку на это видео. Она добавила, что да, очень интересно, так как нужно измениться, чтобы второй муж не был таким, как первый. И вот что без проработки психолога ей, скорее всего, у нее не получится, и вступать с таким багажом в новые отношения будет просто невозможно, да? Итак, готовы? Отвечаю. В первую очередь, да, то есть подбешивают видео, что такие положительные, никогда нет никаких у нас драмы, драмы, скажем так. В первую очередь, я не любитель драмы. У меня в первых отношениях было столько драмы, что я просто устала, и для меня такие отношения я бы не выбрала бы вновь. С Чедом у нас тоже была вот такая своеобразная драма, непонятки какие-то, полная история есть на моем канале, и я об этом открыто рассказываю, все как есть. Я ничего не скрываю, все это есть, и вы можете посмотреть в открытом доступе. Кому прям сильно интересно вдруг в этих видео не видели, я оставлю тоже в конце ссылочку. Поэтому для меня важно, чтобы люди действительно видели и знали нашу жизнь сегодня. У нас тоже есть какие-то свои проблемы, но они настолько маленькие и незначительные, только благодаря тому, что мы два взрослых человека, которые уважаем друг друга, и мы пытаемся найти, как те или иные проблемы, которые у нас возникают, мы можем решить. И благодаря тому, что нашему браку на данный момент уже 6 лет, мы это все уже прошли. И именно поэтому наши отношения сейчас действительно выглядят вот таким вот образом, как вы можете видеть. Почему я считаю такой контент очень полезен и важен? В свое время, когда у меня были вот эти вот бурные эмоции, наверное, такой формат, который действительно нравится многим, который не является тогда скучным для вас, что когда у меня был вот тяжелый период в отношениях, когда я очень долго не решалась уйти от мужа, тоже смотрела, мне казалось, что... Да, в принципе, у всех такие мужья у меня не худше, да? Ну, где-то может быть что-то, но в целом я себя уговаривала вот оставаться в тех отношениях на протяжении многих-многих лет. Потому что передо мной не было просто другого положительного примера. До тех самых пор, пока я не встретила свою одноклассницу, с которой до этого момента мы не виделись, наверное, лет 10. Она на тот момент уже жила в Германии, много лет была счастлива замужем за немцем. И вот однажды она приехала в наш город, мы с ней созвонились, списались, встретились. И я не буду, да, опять в этом видео вдаваться в подробности. Я оставлю вот вам здесь ссылочку, если вы хотели бы посмотреть полную историю о том, насколько история одного единственного человека смогла изменить всю мою будущую жизнь. Я обязательно оставлю для вас ссылочку. Посмотрите, это очень-очень важное, очень простое, но душевное видео. Действительно, с большой благодарностью к этой женщине. И вот теперь, да, вот возвращаясь ко второму этому комментарию. Она на тот момент, то есть мы сейчас говорим с вами, это было уже больше 10 лет назад. На тот момент она только начинала получать все необходимые сертификаты в области коучинга. Она замечательный, действительно, вот как говорят от Бога психолог, который помогает парам. Сейчас у нее уже множество разнообразных направлений, она все время повышает свою квалификацию. Сейчас она уже работает и с парами тоже. И если кому-то нужна будет такая помощь, я ее искренне рекомендую. Я тогда, да, то есть я ее вновь скажу, да, что встретила совершенно вот случайно после многих лет, когда мы не общались. Но мы с ней дружили в детстве и были соседями. И приехав к ней в гости, сперва просто с ней пообщавшись, я приняла тогда решение вот уйти все-таки от мужа. Еще потом у нас были, да, тоже там своеобразные качели, но я больше к нему уже тогда не вернулась. И затем вот буквально через год, наверное, я к ней приехала тогда в гости. И я увидела, какие отношения у них в семье. У вас сейчас есть такая возможность видеть, да, вот нас, наши отношения благодаря видеоформату. Тогда у меня такой возможности не было, но я приехала к ним в гости. Я у них была тогда 10 дней, и я видела эти взаимоотношения, где женщина счастливая, где женщина любимая, где муж занимается детьми, помогает ей по дому. И я в тот момент тоже поняла, что я хочу вот такие вот отношения. Тихие, спокойные, понятные, с теплыми, добрыми, хорошими эмоциями. Я не хочу больше вот того, что у меня было в прошлом браке. И именно она мне помогла тоже вот своими советами, на что обращать внимание, как вот прорабатывать тоже какие-то свои ошибки. И поэтому это все, конечно же, труд. Но труд не только одного человека. Одних советов недостаточно. Вы должны проводить определенную работу самостоятельно тоже. И самое важное, да, что я бы, наверное, хотела еще тоже сказать в этом видео, что смотря на примеры, вот такие, на положительные, хорошие примеры, кто-то начинает завидовать. Вот прям завидовать, да, да что ж у них так все хорошо. Здесь есть точно какой-то подвох. Начинать копаться где-то, что-то непонятно, да, пытаться достать какое-то грязное белье. Вместо того, чтобы действительно сконцентрироваться и посмотреть, увидеть что-то хорошее в этих отношениях. И подумать, как эти ребята пришли к таким отношениям. Что они для этого сделали? Что я могу сделать для того, чтобы через время у меня тоже были такие отношения? Вот я просто сама по себе, я человек независливый. И я готова учиться, и я умею радоваться за других. Тоже вот неоднократно говорят, да, что настоящие друзья, они познаются не столько в горести, да, сколько в радости. Когда умеют радоваться за счастье близких. Вот я именно такой человек. И я люблю наполняться хорошими, позитивными эмоциями. Я очень благодарна, что в тот момент жизнь меня вновь свела с Юлей. И она оказала мне тогда эту помощь, поддержку, просто пригласив меня в свой дом. И как-то просто, да, показав мне хорошую сторону взаимоотношений. И рассказав мне тоже свою историю. Ей ведь тоже это тяжело далось, да, тоже было много проблем. Я рассказывала тоже раньше в моих видео, я только поэтому не хочу повторяться. Но если вы заглянете на ее страничку сейчас, у нее страничка в инстаграм, я тоже оставляла ссылочки. Могу оставить и в этом тоже видео ссылочки на ее инстаграм. Вам тогда тоже, скорее всего, не понравится, потому что у нее тоже всегда все тихо, хорошо, приятно, спокойно. И вам, наверное, тогда такой контент тоже не понравится. Но если вы тот человек, который может радоваться за других, и вы хотели бы тоже найти какой-то свой путь, счастливую, спокойную, тихую жизнь, счастливую, да, вот наполненную, я бы так бы тоже сказала. Тогда я думаю, что и канал Юли, вы тоже там увидите для себя много интересного. Это не реклама, да, это действительно мой опыт, это тот человек, который 10 лет назад помог мне. И, конечно, уже все остальное понятно уже благодаря Юли, мы тоже с ней поддерживаем связь. И я очень многому продолжаю наполняться. Вот именно наполняться благодаря ее позитивным, добрым комментариям, каким-то наставлениям, тоже идеей. И я считаю, вот она действительно большая умничка, и таких людей должно быть больше. Тоже вот хотела еще поделиться с вами параллельной историей, почему вот такие влоги, да, например, как у меня. Я так считаю, да, то есть понятно смотреть на те истории, где какие-то там неприятности все время вечно происходят. И ты думаешь, слушай, да, у нее такая жизнь, что, слава богу, у меня еще вроде бы как нормально потерплю. То есть я тоже, да, вот терпела последние несколько лет со слезами все время, да, собирала вещи, возвращалась к родителям, потом ехала назад. Это было очень тяжело. И если бы, наверное, возможно, возможно, это просто был мой путь. Но если бы я встретила бы Юлю раньше, возможно, меньше бы драмы у меня было бы, да. Но тогда бы не было бы того, что у меня есть сейчас. И мужа бы, наверное, я бы своего бы не встретила, и Катеринки с Никиткой бы у меня не было, да. Поэтому, то есть я благодарна за любой урок, который был у меня, да, по тем или иным причинам в жизни. Значит, так было нужно. Еще хотела вот поделиться тоже, что кто-то вот смотрит видео и их начинает вот прям крутить, да, вот от злости, подбешивать, что все так хорошо, все так замечательно. То есть нет никаких проблем. То есть напомню, да, проблемы есть, и я на своем канале делюсь, и постоянные зрители моего канала знают. А еще я хотела бы сегодня поделиться с вами историей вот моей подруги. Я у нее спросила, у нее тоже канал, именно благодаря вот своей подаче, да, в свое время, два года назад, я и начала, открыла свой канал. И вот недавно мы с ней общались, у нее другая тематика на канале. Но она всегда выходит в видео, это ее сущность, да. Ну вот я, скажем так, ну вот честно, да. То есть я, у меня очень обычный простой стиль. Вероника, вы ее как-то видели в моих видео тоже, когда мы еще жили в штате Мичиган. Она очень женщина обаятельная, привлекательная, очень яркая. Вот тогда, кстати, я тоже получала как-то комментарий о том, что очень опасно иметь такую подругу, что она на нашем фоне, у меня тоже тогда еще была другая девочка в гостях, она очень выигрывает. То есть такие подруги очень опасны. У меня на этот счет свое мнение, лучше иметь в друзьях тех людей, за которыми ты можешь тянуться, да, чем опускаться. Поэтому я абсолютно нормально, адекватно отношусь к таким женщинам, к ярким, к интересным. И я считаю, что если мужчина захочет изменить множество женщин вокруг, о существовании которых я даже не знаю. У меня ревности нет. Почему? Потому что, во-первых, я доверяю своему мужу. А во-вторых, ну смысл ревновать, пока все хорошо, пока все гладко, да. Начинать себя терзать какими-то сомнениями, портить себе настроение, портить настроение мужу. Выносить всем мозг и подводить мужа, собственно, к тому, да, чтобы он пошел где-то искать утешение на стороне, скажем так. Поэтому, то есть я отношусь к этому достаточно спокойно. У меня есть, да, на этот счет тоже своя теория, скажем так. Но в видео не об этом сегодня. И когда Вероника вот тоже, да, не так давно, она во всех своих видео вот выглядит, знаете, как говорят, вот прям на все сто, да. У нее очень красивый макияж, она любит. Это ее стиль жизни, да. То есть не потому, что она вот так одевается, она так красится для того, чтобы только выйти в видеоформат. Нет, она всегда ко мне так приходила и в гости, и есть у нее настроение, нет у нее настроения. Это ее способ самовыражения. Вот она прям несет в мир эту красоту, улыбку, позитив, да. И одна из женщин ей не так давно написала слова благодарности. У нее англоязычный канал, и женщина это американка. И написала она ей следующее, да, что я очень долгое время смотрю ваш канал, то есть сама тема мне не так интересна, насколько вы меня поразили тем, то есть своим взглядом, да, на этот мир, на то, как вы любите себя, как вы самовыражаетесь, да, вот как вы выглядите. Я просто восхищаюсь тем, как вы выглядите в своих видео и то, что вы вот озвучиваете, да, что для вас это рутина, вам это нравится. И она сказала, что смотря на вас, я начала работать над собой. Я захотела какую-то вот частичку вас, да, вот скажем так, перенять, да, то есть как бы я могла бы сделать сегодня что-то для того, чтобы выглядеть вот как вот эта вот женщина. То есть по большому счету никаких особых затрат для этого не нужно, нужно просто находить время, нужно научиться любить себя, нужно научиться уважать себя. И она начала это делать какое-то определенное время, и потом она увидела вот этот вот результат, когда на нее даже вот начали обращать мужчины внимание, потому что она сама себе смогла повысить самооценку. Если бы она не захотела работать над собой, посмотрев на другого человека вот просто в формате онлайн, совершенно незнакомого, послушав какие-то мысли, да, увидев их правильными, сделав себе какие-то замечания, да, что вот я так тоже могу, нужно попробовать, не с той позиции, когда сидишь по ту сторону экрана и начинаешь, ой, да что это она там глаза себе накрасила, прическу сделала, губы какие себе намазала, еще и там одежда какая-то яркая, да, ой, да что это она так себе привлекает внимание. То есть можно было бы, да, так подумать. Наоборот, женщина увидела в ней то, насколько человек, женщина, другая может раскрыться, может любить себя, и она захотела вот эту вот частичку этой энергии. И она начала, даже не обращаясь к ней, просто самостоятельно, день за днем что-то делать, до того самого момента, пока у нее не произошли вот эти вот изменения. И знаете, что она сделала потом? Она ведь ей сразу об этом не говорила, она написала и затем сказала, то есть озвучила все, что я сейчас вам озвучила, и сказала, что я хотела бы вас просто поблагодарить. И она ей просто переслала определенную сумму, просто так, да, то есть у Вероники совершенно другой канал, просто за то, что она ей дала неосознанно вот эту мотивацию и стараться быть лучше, и если раньше это давалось той женщине тяжело, то теперь легко и просто невероятные изменения и в личной жизни произошли. Это вот, да, вот к вопросу о том, что вот наши все-таки, менталитет наши славянские и американские, они очень отличаются, да, если в нашем менталитете все-таки каждый считает, что все должно быть бесплатно, все, всем, все, все, всем все должны, вот так вот, то здесь в этом менталитете это совершенно по-другому, и люди хотят отблагодарить просто за то, что вы смогли так или иначе изменить их жизнь. На самом деле она не должна была этого делать, она не должна была ей писать Веронике слова благодарности, высылать ей какую-то денежную, да, благодарность, скажем так. Это было искренне от души шло, потому что человек понял, что благодаря этому человеку она изменила свою собственную жизнь, и, разумеется, благодаря своим стараниям. Вот так, ребята, такое видео я вам наболтала почти на 20 минут. Ну, а теперь для того, чтобы полностью уже сделать это видео, скажем так, полным, ответить в полной мере на этот комментарий, бывает ли такое, бывают ли у нас разногласия, конфликты, что дети там где-то что-то не поделили. Конечно же, бывают, да, но это очень-очень редко, и затем я где-то озвучиваю, все равно рассказываю, да, там когда у Ромы тоже были там проблемы в школе, и как мы тоже это все решали. За детей тоже что-то, кстати, вот-вот, недавно тоже у нас был, когда это было два дня назад, тоже у нас там Никитка немножечко нашкодничал, затем Чет вот с ним проводил такой вот воспитательный момент. Я об этом, конечно, тоже хотела рассказать, правда, немножечко позже, когда будет определенная тема, да, вот видео. Но вы же сами понимаете, когда что-то происходит в семье, я ведь не могу говорить, так, а ну-ка подождите сейчас, я возьму телефон и буду записывать, там, подожди, Чет, не ругай Никиту, я сейчас запишу, как ты ему будешь объяснять, да, и вот там Чет успокоился, ждет меня, пока я подойду с телефоном, и Чет ему начинает объяснять. Да, Никита, вот ты так сказал, это было сказано неправильно, это неуважительно, поэтому, то есть, да, ну, ребят, ну, согласитесь, или, например, даже не знаю что, вот за последнее время у нас просто ничего такого не было, чтобы привести это даже в пример, вот. Но над такими отношениями, как я сказала, да, мы работали очень-очень долго, очень долго, и вот такие отношения, как вы видите сейчас, это, наверное, последние два года, последние два года. У нас был постепенный, скажем, такой прогресс, да, мы постепенно работали для того, чтобы сделать наши отношения такими, какие они есть сегодня. И поэтому, да, поэтому вы уже видите просто конечный результат наших отношений. Дай Бог, наши отношения будут еще лучше, у нас будет взаимопонимания еще больше. Если вам интересно, могу тоже как-нибудь сделать видео и рассказать о том, как мы работали, какие проблемы у нас были, что мы делали для того, чтобы, как бы, перешагнуть, да, эти проблемы для того, чтобы вот именно создать те отношения, которые у нас есть сегодня. Ладно, если интересно, пишите комментарии. И пока я с вами, наверное, попрощаюсь и до встречи уже завтра. Пока.